Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязальни, где мы в нашей школе машинного вязания обучаем освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. И сейчас я хочу вам предложить связать очечник с фермуаром. Это может быть очечник, это может быть косметичка, это может быть сумочка. Связать его можно для себя, в подарок, на продажу. Смотрите, как вы хотите использовать такую идею. Начинаем вязать. Вязать чехол начинаем с того, что замеряем наш телефон. И смотрим, какого размера нам нужно полотно. Так, вот такое полотно меня вполне устраивает. Я связала одну часть, сейчас мы с вами свяжем половинку. То есть, если приложить, понятно, что вот такой чехол меня вполне устроит. Для того, чтобы его связать, мне нужен сначала достаточно плотный и красивый край. С другой стороны мне нужны открытые петли, за которые я соединю обе детали. И за протяжки по краям. Посерединке мы вывяжем рельефный узор. Его видно даже на темном полотне. Второе полотно у меня будет светлое. Такой контрастный, не контрастный, а двусторонний цвет. Можно будет надевать и в одну сторону, и в другую. Итак, размер моего полотна. 20 петель на 60 рядов. В районе 60. Почему в районе? Потому что будет зависеть от того, как у меня закончится узор. Я должна закончить узор, только потом заканчиваю вязание. У меня получается 56 рядов. Вполне устраивает. Учтите, что полотно очень тянется хорошо, поэтому плюс-минус 3 петли ничего не изменит. Для среднего телефона 20 петель на одну сторону вполне достаточно. Длина зависит от того, какой длины ваш телефон. Вот, начинаем вязать. Нитку. Вставляем нитеводитель. И сразу делаем минимальную плотность, потому что край должен быть плотненький. Заработок. Линейку. К сожалению, у меня нет оттяжки двуфантурной короткой. Найти я так ее и не могу. Поэтому пользуюсь стандартной на 50 петель. Постарайтесь равномерно распределить ее по серединке. Потому что, если будет перекос, оно немножко перетянет на вязание. Надели грузик, чтобы оттягивало. И вяжем. Делаем красивый заработок. То есть, начинаем. Устанавливаем круговое вязание на нашей машинке. Потому что нам нужно провязать одну сторону, вторую. Итак, провязали передняя фантура, задняя фантура. Убираю круговое вязание. И на всех петлях провязываю общий ряд. Мы сделали заработок, который нам украсит край нашего чехла. И все. Теперь после этого устанавливаю рабочую плотность. Рабочая плотность у меня 6 две точки. Изначально была нулевая. Я вязала на нулевой плотности. Учитывая, что двухфантурное вязание у нас всегда идет на тонкой нитке, нулевая плотность для заработка очень даже подходит. И два ряда на всех иглах. Раз, два. Для чего мы это провязали? Потому что я сейчас буду начинать вывязывать узор. А для этого мне нужны нормальные петли. У меня от прошлого полотна, от первой части, осталась метка на машинке. Вот она. Сейчас я ее подправлю. Это две центральные петли. Они важны, чтобы у меня узор шел четко посередине. И смотрите, количество игл на передней фантуре должно быть четное. Потому что посерединке у меня четное количество игл. Вот эта середина. И сейчас четыре средние, четыре петли, которые у меня в самой серединке находятся, я перенесу на переднюю фантуру. Для того, чтобы у меня на задней фантуре вообще, на передней фантуре не оказалось вот этих вот четырех игл. Я формирую рисунок. Эти иглы убираю в заднее положение, они в работе участия не принимают. Обновляю счетчик. И теперь я начинаю подсчет рядов. На центральных иглах по две петли. На центральных иглах передней фантуре нет петель, нет нитки. Они стоят в заднем положении. И два ряда. Беру для конкретно этого узора четырехугольный декер. Если у вас нет четырехугольного, берите любой другой. Узор будет немножко отличаться. Но принцип у него будет все равно такой же. Так. Четыре петли. И переношу их на две иглы. То есть у меня... Так. Скину. Зацепила вот. Две иглы пустые. Беру с этой стороны. Переношу. И соединяю их по серединке. То есть у меня в середине. Теперь на иглах петли есть. Четыре иглы. Свободных я разнесла кетурно. Провязываю два ряда. Одноигольный декер. И начинаю разносить эти петли в стороны. То есть возвращаю так, чтобы у меня в середине опять оказалась пустая часть. Поэтому беру правую петлю и на две иглы переношу в сторону. Если переносить на одну иглу, у нас будет очень невнятный узор. То есть носить надо на две. Только тогда получается вот такая вот рыхлость и объемность. Следующую. Следующую. Можно любое количество петель переносить. Можно переносить в другой последовательности. Но в любом случае принцип этого узора таков, что мы переносим на две иглы. Если переносить на одну, подобного рельефа не получится. Два. И вот мы получили в середине пустые четыре иглы. Считаем, что с этого и начали. На счетчике 12 рядов берем опять четырехугольный декер и возвращаем петли. Так, чтобы у нас середина была занята. У меня освободились две иглы по сторонам. Каждый раз проверяйте, что эти иглы стоят четко в заднем положении. Иначе машина поставит их в работу и нарушится узор. Одноигольный декер. И обратно перебрасываем через две иглы. Таким образом, проверили, что эти иглы стоят в заднем положении. Можете поставить все иглы вперед. Машине будет легче их забирать. Таким образом вы вывязываете нужную вам высоту для телефона. Телефоны у всех разные. Еще раз повторюсь, что для моего телефона мне нужно провязать в районе 60 рядов. Зависит все от того момента, когда я закончу раппорт. Провязали нужную длину. Перекидываем петли с передней фонтуры на заднюю. Для этого можно поставить сдвиг фонтуры на П. Для того, чтобы у нас иглы четко стояли одна напротив другой. Не надо было думать, куда мы ее пересаживаем. Беру трехугольный деккер. По три петли сразу буду перекидывать. Перекинули. Проверили, что переднюю освободили полностью. Провязываю два ряда. Все. Мы закончили вязание нашего полотна. Я могу отрезать нить. Она мне больше не понадобится в этом месте. Будем сшивать детали совсем по-другому. И теперь я снимаю на вспомогательную нить. У меня провязаны два полотна. Причем нитка одинаковая, только разного цвета. Видите? Первая только что снята с машины. Она длиннее. Кажется, вторая уплотнилась и уселась уже по размеру. Потому что она снята заранее. Вот. Второе полотно тоже должно принять форму. Но, в принципе, я могу этого не ждать. И соединить эти детали прямо сейчас. Итак, лицом к лицу я их сложу. Шов я буду делать по изнанке. И надеваю первую деталь лицом к себе на иглы машины. Сшивать буду на машине. Соединяю на то количество игл, которым мне хватает изделия. Поскольку я провязывать не буду, пересчеты никакие делать не нужно. Беру за петельный столбик. Самый крайний. Самый уголочек. Самый крающий. Надеваю на иголки с одной стороны. Петлю оставьте. Мы ее будем соединять. Вторую, третью. Вот там. И аккуратненько, спокойно надеваете за протяжку. Не надо за целый петельный столбик. Утолщать ничего не нужно. Надеваете одну деталь на одну сторону. И вторую деталь. Сверху. Сначала по краям, потом серединка. И равномерно распределяете. Потом точно так же сверху надеваете вторую деталь. Лицом внутрь. Узор внутрь. Главное не забудьте, где у вас открытые петли. Чтобы у вас открытые петли были с одной стороны. Соединили. И берем нитку. Вот она у меня тут как раз есть. С края вот этот вот край. Здесь серединка. И просто закрываем. Это один из вариантов. Можно выполнять красивые внешние соединения. Можно соединять вот так вот, как я сейчас делаю. Можно соединять через планку. Можно соединять вот как захотите. Таким образом вы можете соединить наши две детали. Можно вывязать одну из другой. Но при этом учтите, что тогда у вас не получится одинакового края. То есть наша задача была все-таки сделать край красивый. Если вы будете одну планочку вывязывать и в другой, будет гораздо тяжелее в этом плане. Просто закрываю косичкой. Вот какая нитка была, была фиолетовая, закрываю. Плотненько так. Колки мне не дадут далеко уйти и сделать какие-то кривые соединения. Вытягиваю петлю по длине, чтобы она не убежала, не распустилась. Вот так, длиннее. Она у меня теперь не распустится. Запоминаю, что у меня вот тут вот была петля. И, соответственно, вот тут цепляется. И начинаю надевать точно так же. Вот у нас наше соединение. Можно даже посмотреть, как это выглядит снаружи. Очень даже симпатично. Начинаю надевать открытые петли. Вот как надевали, так и оставляем эту петлю и эту петлю. Потому что мне надевать еще вторую часть. И чтобы у меня более-менее одинаково-то все было. Оставляем так 20 петель, надо 10, 20. Надеваем сначала одну деталь, потом вторую. За открытые петли, которые мы оставили после провязывания каждой детали. Вспомогательную нитку можно снять после того, как мы уже закроем все. И наше изделие будет готово. Надеваете сначала одну нитку. Одну сторону, потом вторую. Точно так же закрываете этой же нитью, которая у нас остается. Длинная петля осталась. И она никуда не денется, потому что мы ее вытянули. Длинная петля. Д那个 петля. Динная петля. Длинную петлю. Точно так же закрываю. Длинная петля. Вот так как мы вдруг якортируем. Потом там ее закрываем. Достаю петлю, которая у меня осталась, и закрываю такой же косичкой, как было с боковой стороны. И после этого я могу спокойно закрывать третью часть, третью сторону, на метке, для которой у меня остаются, то есть одна игла и крайняя игла с этой стороны. Вытягиваю петлю, у меня две стороны соединяются, и точно так же на эти петли надеваю третью часть и закрываю этой же ниткой. Соединили. Но если мы хотим с вами вшить фермуар, значит мы не дошиваем самые краешки нашего чехла. То есть смотрите, фермуар имеет отверстие для пришивания, поэтому измеряем. По первое отверстие мы не зашиваем наш чехол. Вот. Все зашито. Здесь немножко мы оставляем не дошито. И берем фермуар. Если вы хотите, чтобы у вас качественно соединилось изделие, то есть вы его дарите, тогда наш чехол следует сначала приклеить к фермуару. Если же вы планируете потом поносить немножко и распустить, приклеивать не нужно, потому что будет уже испорчен фермуар. И когда вы будете выдирать из него основу, чтобы поменять, у вас там останутся лохматые края, это нехорошо. Итак, если вы его дарите, либо продаете, берете клей, желательно какой-нибудь резиновый и прозрачный. Клей момент кристалл очень даже подойдет. Ну, вот что нам нужно для работы. Кристалл момент прозрачный клей, чехол, фермуар и спичка или зубочистка. Как это легко делается? Берете какой-нибудь кулачок бумажки, например, вот такой, чтобы не портить большой лист. Клей момент. На него, на бумажку немножко выдавливаете клея, много не надо, потому что на самом деле много этого клея и не нужно. Берете спичку и, либо внутри фермуара, видите, там есть углубление, и промазываете внутри, много не надо. Наша задача только наметить, может даже несколько вот так вот точечек поставить клеевых, либо по самому-самому краешку полотна. Красите клеем и начинаем запихивать внутрь. Поскольку мне этот фермуар еще нужен, я не хочу его приклеивать. Считаем, что я клеем уже намазала. Наше полотно беру деккер, либо ту же спичку и начинаю запихивать внутрь. Его можно открыть. Сначала, дайте сначала сиреневую часть, потом сначала темную, потом светлую. На самом деле без разницы. Аккуратненько запихиваете в углубление ваше вязание, проталкиваете, разравниваете. И таким образом оно у вас считается там закрепленным. И вы можете его дать полежать. То есть, после того, как оно немножко полежит, спокойненько пришивайте. Пришивать обязательно, то есть одной приклейки тут недостаточно. Поскольку я не буду приклеивать, я беру и пришиваю сразу. Вот у меня есть нитка вот этого же цвета. Ею и буду пришивать. Сначала темную, потому что у меня уже вставлен этот цвет. Разравниваю аккуратненько и начинаю зашивать серединку. Оставляю хвостик, потому что, видите, этот хвост у меня пойдет во вторую сторону. То есть, можно сделать и так. Половину зашью в одну сторону, половину в другую. Потому что начинать лучше, конечно, с середины. И дырочку с другой стороны. После этого подхватываю полотно рядышком. И можно немножко подтянуть. Подпихиваете иголочкой. И вот таким вот образом вы вшиваете полотно внутрь фермуара. Подровняли. С другой стороны. Продели. И пошли пришивать. Подпихивая внутрь ваше полотнище. Все на самом деле очень просто. Сначала идете в одну сторону, потом в другую. И таким образом вы вшиваете любое изделие, фермуар. Будь это сумочка, будь это косметичка, будь это очечник, будь это любой чехол. То есть, если у вас есть фермуар, вы его сначала приклеиваете, потом пришиваете. Либо сразу пришиваете, постепенно подпихивая внутрь то, что мы с вами пришиваем. Итак, дошили. Вот здесь у меня вполне возможно не совпадение получилось. Вот здесь вот может быть отверстие больше или меньше, его я подошью потом. То есть, по факту того, как пришит фермуар. Вот видите, все, как бы я его ни тянула, он пришит. И могу идти обратно. Так, чтобы у меня все это шло по кругу. Подшиваю в обратную сторону. Ровненькие стежки. Если у вас приклеено полотно, то вы вообще никаким образом не оторвете уже это полотнище от фермуара. Он будет у вас держаться очень долго и качественно. Так, у меня вылетела иголка. Сейчас последний стежочек. И перехожу к следующему, к следующей части. Как можно вдеть легко такую пушистую нитку в углу? При помощи катушки продеваем катушку в углу. И надеваем нитку внутрь петли полученной. И вытягиваем петельку через закулку. И таким образом мы с вами продели нашу нитку в ушко иглы. И вот получили зашиту одну четверть нашего полотна. Таким же образом вы подпихиваете вторую половину. Смотрите, чтобы это все проходило равномерно, чтобы не было каких-то грубых складочек. Так, беру вторую часть, заправляю ее в нитку, ниткой в иголку. Потому что такие пушистые нитки очень тяжело заправляются. Так ее просовывают в углу. Таким образом быстренько вдела нитку. И зашиваю вторую часть фермуара. Главное заправлять ее внутрь, чтобы она не вылезала. Подровняли, заправили. И пошли зашивать вторую часть. Точно так же берете, в данном случае у меня будет светлая нитка. Я возьму вторую часть из светлой нити и зашью. Мой фермуар с другой стороны уже светлой ниточкой. И он будет готов к использованию. Самое главное после того, как мы все пришьем, зашить кончики. Потому что предугадать, как он уляжется в процессе зашивания сложно. А так мы оставили здесь небольшие хвостики при сшивании общих полотен. И зашьем уголки. И будет готовый очучник. Либо готовая косметичка, либо готовая сумочка. В итоге у нас получается вот такой чехольчик. Который можно положить и обычные очки, и черные очки. И телефон использовать в качестве косметички, в качестве пенала для ребенка. Как угодно. Видите, открывается. Никаких отверстий. Закрыли. Оторвать его уже не получится. Поскольку он пришит. Если он еще и вклеен, то это вообще навсегда. При качественном исполнении чехол имеет очень приятный, презентабельный, необычный вид. Еще раз. Открыли. Очки туда положили. Закрыли. Все. Если у вас сумка такая, что очки чисто физически не поломаются. Просто нужно, чтобы они не терлись и не царапались. Такой чехол будет очень полезен и вполне защитит ваши очки от любых воздействий. Если вам понравилось, нажмите нравится. Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Избави вязание в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует.